Здравствуйте, уважаемые наши зрители. Сегодня мы снова, как и начали, пригласили к нам очаровательные девушки из Коснодара. И они сегодня, в общем-то, заканчивают свое пребывание в нашем центре, на земле Израиля. И нам интересно было бы послушать, нам с вами, нам интересно было бы послушать, ну, как бы подвести итоги того, что добились, какие результаты появились у Артема и как он на сегодняшний день, с какими мыслями, с каким улучшением уезжают они домой, ну и, соответственно, с каким настроением. Итак, кто начнет? Ну, давайте я начну. Приехали мы сюда с расстройством аутистического спектра. Нам ставили разные диагнозы, в том числе и этот. Другие врачи ставили аутоподобную симптоматику. То есть, в общем, речь сводилась к аутизму, как я понимаю, вот такому слову, которое сейчас становится все чаще и чаще мелькать в диагнозах. Вот. И, насколько я понимаю, вот это, как бы, ну, может быть, даже является там приговором, потому что считается, что он не лечится. Считается, что это уже, как бы, не... И лечится все. И не занимается. А вот вылечивается... Нет, именно не лечится, потому что никто особо не занимается. Вот, как бы, аутизм это уже на всю жизнь. Ну, да. Вот. Я так понимаю, что вам это говорили тоже, да? Да. Ну, и вот вы здесь пробыли, что же на сегодняшний день, ну, практически вот на день отъезда вы наблюдаете у Артема. Какие изменения, скажем, большие, маленькие, микроизменения, что же все-таки произошло с ним? Ну, для меня колоссальные результаты, от маленьких до великих. Ушла гиперактивность, нету, как раньше. А в чем оно выражалось? Постоянно хотел куда-то бежать, что-то делать ему надо было. Сейчас стал более усидчивый, сосредоточенный, спокойный. Вот он мог тогда раньше как-то вот играть сам совершенно вот определенно что-то, не перебирая там что-то руками, а совершенно вот конкретную какую-то игру, скажем, с игрушками или с конструкторами. Да, он это делал, но сейчас он больше подключает нас с Надей. Ему стало интересно взаимодействовать более продолжительное время, и он пытается заигрывать, шкодничает, уходят с Тима, ну, практически они ушли. А взгляд? Взгляд стал он практически сразу. Там первый-второй день пребывания у вас, взгляд поменялся. И он смотрит на реакцию. Я добавлю, что если он хочет пошкодничать, то он дотрагивается рукой и смотрит, что я буду делать. То есть, буду ли я его ругать, буду ли я с ним играться, что-то, как я отреагирую. В транспорте мы стали ехать, и наблюдаю, и уверенный взгляд, и такой заинтересованный, более сосредоточенный. Он поясняет, что стоим, едем, то есть поехали-поехали. Именно что он понимает, что он находится сейчас не где-то там, а именно здесь и сейчас. Ну, однозначно он смотрит в глаза, он абсолютно по-другому вообще на всё это реагирует. То есть, это не тот ребёнок, который был 21 день назад. Это однозначно. Потом он стал понимать и классифицировать там предметы, которые раньше просто там. Обувь, обувь, там штаны, штаны. Кроссовки, джинсы, он стал говорить. Босоножки. Босоножки, там тапочки, носки, часы. Вот именно точечно такие. А изменились какие-то, вот тоже никогда не присняли, а изменились ли какие-то у него, появились ли, даже не изменились, а появились ли какие-то предпочтения, скажем, в еде, в одежде. То есть, стало ли ему не всё равно, в чём он, или, скажем, что он ест, или появились какие-то любимые вещи, любимые блюда. То есть, ну, такие чисто человеческие взрослые моменты. Вот интересно услышать от вас это. Да, я его недавно одевала, собирались сюда в клинику утром, и хотела одеть ему какие-то другие штаны, даю, надел, потом посмотрел, джинсы. Подошёл к шкафу, взял, вывернул, снял эти, и вот. Точно так же мы были на экскурсии на Мёртвом море. Тоже увидел, лежали одни брюки, вторые, ну, две брали, сменка, мало ли там, холодно этот, тоже нет. Вот эти. А в еде, так интересно стало, что если, что, говорит, ну, раньше предлагали, он спокойно ел, ну, из любимых блюд. То в 7 утра он спокойно сказал, сметана, борщик, мы подогрели, налили, но я думала, честно сказать, он есть не будет. Он положил чуть-чуть сметаны, размешал, ест, и говорит, здорово. Ну, то есть, это, конечно, прям очень дорогого стоит и очень трогает. Ну, вот как врач, да, как педиатр, судя по тому, что вы рассказываете, я, скажем так, из аутического спектра, честно говоря, не вижу вообще ничего. То есть, дети-аутисты, те, которые действительно аутисты, они так себя не ведут. То есть, на сегодняшний день, вот, давайте немножко чисто внутренние ваши, такое ощущение, с каким настроением, с каким, вот, ощущениями вы уедете домой? Ну, по сравнению с тем, как вы приезжали, так скажем. Ну, у меня такое ощущение радости, вот, внутренней, внешней. Еще заметила, что он стал много смеяться. Вот раньше, ну, он так не смеялся. Есть, то есть, он смеется просто, или есть повод? Нет, вот повод, это какая-то радость, там, или вот что-то мы с Надюшей там делимся, и какая-то смешная ситуация. Он реагирует адекватно. И он реагирует, да, да, он начинает смеяться, мы, я смеюсь, Юля улыбнулась, он начинает подхватывать и хохочет вместе с нами. То есть, естественно, на наш смех он реагирует не просто, что ему не стало интересно, он ушел, а он подхватывает и тоже хохочет. То есть, он стремится быть, вот, обратите внимание, да, сейчас такая фраза позвучит, ну, если есть возражения, скажите. Он стремится быть неотъемлемой частью, единой частью семьи, он этим себя ощущает. Вот это очень важно, это, как бы, ну, совершенно не похоже на какой-то там спектр, вот, и скорее всего, это похоже на нормального, не будем забывать, что он все-таки ребенок, что ему совсем мало лет, и для него это, собственно говоря, большая часть жизни, она проходит в игре, то есть, соответственно, игровые моменты, они вызывают у него все на определенную, нормальную, обычную реакцию, да, правильно я говорю? Да, да. Ну, а домой едем с каким настроением? Однозначно с ощущением, что просто начинается новая жизнь, есть, понимаем, что нужно будет и терпение, потому что он изменяется, и мы вместе с ним. Много будет труда в плане того, что его вот эти вот желания, сейчас, если раньше он ходил на плавание, сейчас он прям говорит, плавание, нырять, он хочет ходить, он вспоминает разные варианты, и про бабушку, это, то есть, ну, нужно будет еще больше, скажем, так, усилий для его социализации, реализации уже вот в новом статусе, в новом качестве. В новом, в новом это в каком? В новом это в нормальном ребенке, без диагноза. В нормальном, умного, ответственного. В умного, ответственного, да, ребенка, племянника, крестника. А, еще в плане взросления, на днях собираемся сюда и уже выходим, он мне говорит, поедем к Зое. Зоя это тренер по плаванию. Я смотрю, говорю, купаться он на плавание, нырять. Я говорю, ну, мы сейчас к дяде Давиду поедем, а потом, я говорю, поедем, как приедем домой, к Зое. Он на плавание, вот так вот устойчиво, твердо на свое, ну, свое мнение выражал. Прям было очень... То есть, он проявляет то, что у него есть свое мнение, и он на нем настаивает. Да. Да, 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 да. Ну, то есть, начинает формироваться личность. Да. Вот, с определенным характером, с определенными желаниями, с определенными наклонностями. То есть, ну, как бы, начало, первые этапы того, что, в общем, раньше даже и представить было невозможно, это этапы взросления, то есть, взросления человека, как личность, как члена общества, как члена семьи и так далее. Правильно я говорю? Да, да, да. Значит, ну, если вы, как бы, вот, подвели итоги пребывания, результата, вернее, пребывания Артема в нашем центре, теперь давайте тогда несколько слов мы скажем о той вот лечебной, вернее, части лечебного процесса, который касается вот того, где вы побывали, что вы видели в последние дни. Я думаю, стоит, если говорить про лечебный процесс, важно вспомнить, что лечебный процесс касается не только ребенка, но и родителей, сопровождающих. Может быть, два слова об этом? Ну, давайте. Это более важно. Давайте. Ну, это, кстати, тоже момент, касаемый взрослых. Ну, давайте повернемся к этому позже, а сейчас про ваше состояние, про ваше самочувствие, про ваше настроение, про ваше внутреннее ощущение. Что изменилось для вас обеих, пожалуйста? Для меня, что изменилось, щитовидная железа. Врачи в России, в принципе, ничего не ставили, мне никакого критического и вообще диагноза, в принципе, не стояло. Просто, когда я делала УЗИ, и она внешне была немножко увеличена, мне говорили, что у вас с щитовидкой? Ну, вот если даже просто на прием приходила, я говорю, да все нормально, ничего, не беспокоит, как бы не жалуюсь ни на что. Ну, вот год или два назад я сделала УЗИ. У меня была она на границе не повышенного, а пониженного вот этого состояния. Ну, просто сказали наблюдать, ничего, как бы все хорошо. Я приехала сюда. Ну, тем не менее, вот обратите внимание на фразу, тем не менее, все говорили, а что у вас щитовидкой? То есть, что-то было, на что обращали внимание, но просто никому не было, по большому счету, дела до того, что происходит. Ну, просто так не буду, не говорили же, что там у вас там с другими органами. Именно щитовидка вылезла на первый план, да? Ну, и приехали, и... Приехали, вот вчера я застегивала блузку, и обычно я пуговицу сзади, вот где затылок, я никогда не застегиваю. Ну, как бы мне оно как давило. Было ощущение дискомфорта. А вчера я поняла, что мне так свободно и легко, я застегнула, и столько места, и... Ну, вообще, вот ощущение, что здесь не боли, вот спало вот это вот увеличение, на мой взгляд, что было. Если говорить про вчера, если что, можешь рассказать о том, что было вчера, и о результатах этого? Вчера я попала в волшебные руки Давида. И потрясающие были ощущения после сеанса. Это, конечно, не сравнится с дистанционным лечением. В плане силы, мощи этого лечебного процесса. Результат самый главный. Результат очень хороший. Какие-то, можно сказать, застрявшие гештальты, что у меня были гештальтные процессы, они завершились. Это те процессы, которые тебя отравляли всю жизнь? Да. Можно сказать так. А вы, девушка, что, можете? Замечательно, я тоже. Я тоже. Я тоже была. В руках. В сильных руках, да. Не только об этом, а что в результате получилось? Нет, да, за 21 день. Но ощущение, я же говорила до этого, что как-то я на свою спину внимания никогда не обращала, хотя взвалина было достаточно много на плечи, на все. И здесь я прошла отлично курс лечения. Ощущение лёгкости в спине, ощущение такой бодрости, вообще ощущение во всём теле, благодаря лечебному эффекту от доктора Аркадия, от Йосефы. И вчера я попала на лечебный сеанс к доктору Давиду. И, конечно, это восторг. Кашель ушёл практически. То есть, ощущение лёгкости, ощущение вообще... А сколько делался кашель? А сколько времени? Кашель долго, почти дней 10 такой конкретный, так это... Ну, он и был, то есть я привезла, что-то подхватила немножко ещё до этого, но сейчас вот ощущение просто великолепности. Было что-то хроническое. Да, да, у меня скорее, не скорее, а именно проблемы с бронхами достаточно давно и с лёгкими, поэтому здесь я думаю, что вернувшись в Россию, у меня уже всё хорошо, будет только лучше и лучше. За это, конечно, огромное спасибо и благодарность. Всем. Всем вам, да, всем вам, да. Особенно Йосефе, который совершенно точно всё спрашивает. Йосефе, да, доктор Аркадий и вам, Давид, безусловно. Огромное спасибо за такую лечебно-культурную программу, потому что побывали и на реке Ордан, и на Мёртвом море. И это, конечно, великолепно, и ощущение ещё дополнительной силы к нашему лечению и к нашему пребыванию здесь за 21 день. И ещё Артёму стало нравиться, он вообще просматривает видео про себя, как он плавает, как он гуляет, с кем он играет, он вот это любит. И Андрей, наш гид, он снимал, как мы окунались в реку Иордан. Мы приехали после экскурсии, мы смотрим, Артём смотрит, как мы с ним окунаемся, как Надюша совершала погружение в воду. Мы приучаем его смотреть на себя со стороны и оценивать себя со стороны, глазами других людей. Необходимый этап взросления, то, что мы с каждым ребёнком говорим. Ещё бы хотела выразить огромную благодарность всем, кто, можно сказать, за кадром. Доктору Шломе, Асафу, Марине, Фире. Прям вот огромная поддержка, огромная помощь, огромное лечение и понимание где-то объяснение чего-либо. Человеческое отношение самое главное, как аспект такой, готовность оказать помощь, потому что в чужой стране всё равно. Скажите, девушки, вот такое, ну, скажем, сравнение. Все бы прошли достаточно долго сеансы дистанционные и 21 день пребывания в центре. В чём разница в ощущениях и в итогах, в результатах, да, в чём разница между дистанционным и очным пребыванием? Ну, это как покушать и посмотреть на еду. Нет, посмотреть на еду тоже, как разница приносит новая ошибка. Ну, есть ли разница? Разница огромная, но я дистанционно просто только слышала, ну, а реальное лечение – это реальное лечение. Конечно, ну, в процентном соотношении это 30 и 70, я бы так сказала, наверное. Я не... Есть вещи, которые невозможно сделать на расстоянии. Да, я не могу обесценить пользу и результаты дистанционного лечения. Но если правда в процентном соотношении, то да, это огромная разница. Нельзя сделать то, что можно сделать на очном, в личном присутствии. Именно при нахождении здесь, в центре, то есть при реальном контакте, скажем так. Ну, если нет слов того, чтобы добавить еще что-то в сегодняшнем разговоре, то тогда я желаю вам хорошо долететь, желаю вам всяческих успехов. Ну, и от имени Давида, от имени центра я приглашаю вас снова к нам, уже, может быть, не сколько на лечение, сколько в гости отдохнуть. Приехать сюда с здоровым, счастливым Артемом, с здоровым, веселым настроем вашим, вот, для просто отдыха пребывая в нашей земле. Спасибо. Да, где-то, да, где-то продлить лето, где-то передохнуть, где-то просто, вот, посетить святые места. Ну, и к нам на огонек заглянуть лишний раз, мы будем рады. Всего вам доброго, успехов, реализации всех ваших планов, и, как говорится, пусть все будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. С удовольствием воспользуемся вашим приглашением, но немножко попозже.